Вручать подарок главе Краснокамского района приехали общественные деятели из Уфы. Своему коллективу они дали название арт-группа «Незваный гость». Хоть гости незваные и приходят без отдельных приглашений, зато с подарками. Сегодня мы приехали в Краснокамский район, чтобы сделать подарок главе района Гельмулину. Вот эту вот пилу, которая у нас символизирует, как, наверное, уже по всей России, коррупцию и воровство. Потому что к нам приходит масса обращений граждан, которые говорят о том, что в этом районе непорядок. Поэтому сейчас мы пойдем, вручим эту пилу, но не для того, чтобы глава района пилил бюджет, а именно для того, чтобы она ему пригодилась на лесоповар. Вот с таким подарком компания и отправилась в гости к главе в администрацию района. Как говорится, работа второй дом. Вели себя скромно и вежливо, ломиться напролом в кабинет не стали, а попросили сотрудников передать. Можете передать этот пилу главе Краснокамского района Гельмолина. Это вот нам, от нас ему подарок, соответственно, вот такой вот пилан, чтобы он не пилил бюджет. Хозяева особого возмущения приходу нежданных гостей тоже проявлять не стали. С праздником поздравили, лишь замечание сделали. Как бы цены стерли. Хотя цена тоже символична, чтобы ни у кого мысли не возникло, что это взятка. Подобная акция не единственная в своем роде. По словам активистов, это хороший способ привлечь внимание общественности к проблемам коррупции и произвола властей. Мы вообще частенько проводим такие акции, потому что коррупция у нас в Башкирии процветает. И мы стараемся кого-то отмыть от коррупции, кому-то подарить какой-то символ. То есть подарки мы выбираем по принципу, скажем так, коррупционности. Там, где мы видим, что идут обращения граждан, там, где мы видим, где творится воровство, где творится беззаконие, туда мы приезжаем, там мы и дарим такие подарки. К слову, в районе активисты с подарками уже не в первый раз. Несколько лет назад они уже презентовали главе мочалку, чтобы, по их словам, он отмылся от коррупции. И, судя по повторному визиту, подарок не помог. Наталья Бурова, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей».